Разобрав в прошлом выпуске, посвященном Analog Mega SG современную замену приставки от Sega, в этом выпуске я хочу рассказать о подобном варианте только для восьмибитной платформы от Nintendo. Как бы хороша не была Analog NT Mini, но цена ее всегда была высока, даже если вы успели купить ее непосредственно у производителя. И оставляя пальму первенства у NT Mini, попытаемся найти что-то более бюджетное, и если не с такими же, то хотя бы с приближенными характеристиками. Если кто не видел предыдущую серию, то поясню, что наша задача заполучить современный аппарат на основе FPGA, то есть там где информация с картриджей обрабатывается на железном уровне, а не за счет эмуляторов. И основное предназначение которого будет проигрывание в вашей библиотеке картриджей на современных телевизорах через HDMI без всяких танцев с бубном и потери качества. Но если вы используете ROM-ы игр, то смысл такой железки для вас теряется, ибо в ROM-ы могут много кто, а качественных картриджей нет. Так что если вы обладатель некой коллекции восьмибитных нинтендовских игр, и вы хотите, чтобы одно устройство проигрывало их все, независимо от страны производителя и региона PAL или NTSC, то советую присмотреться к AVS Retro USB. Тем более она не только имеет заметно меньшую чем у NT мини цену, а именно 189 долларов против 499, но и еще находится в наличии у производителя, в отличие от разлетающихся вмиг как горячие пирожки девайсов от аналог. Retro USB это небольшая компания, базирующаяся в Калифорнии, и которая выпускает всяко-разно для милой многим американцам NES. Продукции на их сайте выложено не слишком много, так что кому интересно, с ассортиментом могут ознакомиться сами. Нас же интересует вполне конкретный девайс под названием AVS. Кстати, какой именно смысл создатели закладывали в эту аббревиатуру, я так до конца и не понял. Очевидно, что VS это Video System. Что же такое значит A? Advanced? Awesome? Или все банально? Audio Video System? На коробке нам обещают, что наши любимые картриджи будут проигрываться 720p через HDMI разъем, независимо от региона и форм-фактора. Это нам собственно и нужно. Комплект поставки до предела аскетичен. В него входит сама консоль, а также набор из двух кабелей. USB с адаптером питания и HDMI для вывода изображения. Геймпад по умолчанию не завезли. Его конечно можно отдельно докупить у производителя, но то чудо, что продается на сайте Retro USB, само по себе выглядит как трактор, а стоит как самолет. Так что мой вам совет. Берите на Алике беспроводной геймпад от той же 8B2 и не пожалеете. Или как совсем эконом вариант, любой проводной геймпад с разъемом для классической NES. Тут главное не забудьте, что он должен быть 7-пиновым и будет вам счастье. Таких 7-пиновых разъемов у приставки сразу 4, так что если в вашей коллекции есть картриджи с возможностью играть вчетвером, милости просим в старый добрый оффлайновый мультиплеер. Сзади у консоли находится разъем расширения для Famicom-овских приблуд, USB-разъем для питания, он же для установки апдейтов прошивки, и HDMI-выход. Адаптер питания на 5 Вольт и 1 Ампер в комплекте тоже есть, правда только с американской вилкой. Причем в инструкции заявлено, что самой системе достаточно 500 мА, но просто некоторые картриджи, такие как флэш-картриджи, могут потребовать большей силы тока. Наличие проводов и адаптера питания это конечно хорошо, но вот отсутствие комплектного геймпада все же не позволяет сказать об этой системе как о Plug and Play. Это как продавать автомобиль в базовой комплектации без руля. Справедливости ради напомню, что компания Analog тоже предлагает геймпады как опцию. На тушке из органов управления имеются только кнопки Power и Reset, ну и индикатор включения. Да прочим, более ничего и не нужно. В отличие от той же NT и других подобных систем, слоты для картриджей от различных регионов располагаются не сверху, а под общей крышкой. Слот для американского и европейского региона горизонтально, а для японского и иже с ним вертикально. То есть наиболее гармонично аппарат смотрится с западными типами картриджей, так как в этом случае крышку можно закрыть. В остальных же случаях похоже, что кто-то везет на дачу негабаритный груз в багажнике своей малолитражки. За что еще можно похвалить AVS, так это за вложенную инструкцию. Она простенькая, не слишком объемная, но обладает исчерпывающей информацией по девайсу, так что искать какую-либо расширенную электронную версию нет необходимости. Теперь немного попробуем девайс в действии. AVS имеет простое меню, которое позволяет настраивать параметры перед запуском картриджа, но если что-то надо поменять в процессе геймплея, приходится полностью выходить из игры, что не так удобно, как в более дорогой NT. С другой стороны, далеко не всем нужен такой гигантский инструментарий настроек, какой предлагает компания Analog в своих системах. Итак, из стартового меню можно запустить картридж, посмотреть таблицу лидеров, настроить опции вывода изображения, настроить кнопки геймпадов и ввести чит-коды для игры. Если сам картридж в консоль не вставлен или он не распознался системой, то иконки меню будут слегка другого вида. В Input Options можно создать комбинацию кнопок для выхода в главное меню, а также для включения и выключения читов в игре. Рекомендую сразу установить свою комбинацию для выхода в главное меню, так как это очень удобно, если вы поставите автозапуск картриджа. Expansion Emu – это функция эмулирования порта расширения. Как мы знаем, у японцев контроллеры были неотсоединяемыми, а для дополнительных девайсов использовался порт расширения. У USA и европейской версии контроллеры были съемными, и все расширения подсоединялись к свободным портам. Так вот, если нам надо для игры на японском картридже сэмулировать американскую периферию, которая подсоединяется соответственно не к порту расширения, а к обычному входу для геймпада, и используется эта функция. Если же вы используете Famicom-овский порт расширения, то эта функция должна быть выключена. Ну, с функции Turbo все понятно. Это назначение функции Turbo кнопок. А вот Autoplay? Нет, это невозможность искусственному интеллекту пройти за вас на геймпаде всю игру. Его тут нет. Это всего лишь возможность при включении консоли запускать вставленный картридж автоматически, без захода в главное меню. Foscore Pro по желанию отключает лишние два джойстика. Video Options позволяет выбрать систему проигрывания картриджа, или NTSC с ее 60 Гц, или PAL с 50, что напрямую отражается на скорости воспроизведения игры. А иногда игра вообще может не запускаться, или запускаться с артефактами, если не установлен корректный регион. С помощью меню Pixel Aspect господа, знающие толк в возвращениях, могут растянуть картинку на всю площадь своих широкоформатных экранов и сделать из всех игровых персонажей коренастых гномов. Остальным рекомендую более привычные 4х3. Расширение вертикальных границ тоже толком вам ничего не дадут, так как полезной игровой информации вы там не встретите, а вот мусорные артефакты, которые на старых LT-телевизорах уходили за видимую границу экрана, вполне могут вылезти. Scanlines — это известная всем опция эмуляции отображения горизонтальной развертки, как на старых ТВ. Для ностальгии пойдет, для реальной игры только ухудшает изображение. Left Side выполняет функцию, похожую на расширение вертикальных границ, только она показывает дополнительное изображение сбоку, в котором опять же нет ничего интересного, как то в графическом мусоре на левой стороне экрана в Super Mario Bros. 3. На LT-телевизоре оно скрыто за видимой границей, а здесь лучше оставить включенным опцию Hide. Вот с функцией Extra Sprites уже интереснее. Оригинальная NES имела лимит в отображении одновременно только 8 спрайтов на одну горизонтальную линию изображения, и потому, когда в кадре много информации, допустим, на экране много врагов, из изображения порой начинали выпадать кусочки. Включение этой функции увеличивает лимит до 35 спрайтов, что улучшает изображение в целом, но не вылечивает проблему полностью. Expansion Volume регулирует звук лишь в том случае, если у вас картридж с дополнительным звуковым чипом на борту. Для сброса всех настроек специального пункта нет, и для этого подключите контроллер ко второму порту, нажмите и удерживайте перед включением консоли вверх AB Select Start. Скорборд по умолчанию ничего не отображает. Для ее активации необходимо скачать специальную утилиту и подключить приставку к компьютеру, не отключая приставку от компа, надо запустить эту утилиту и при желании делиться заработанными очками через сайт NintendoH.com. Если приставка не подключена к компьютеру, то экран будет выглядеть так. Режим чит-кодс дает возможность консоли самой распознать, что за игра в нее вставлена, и предложить из своей базы готовые читы. Также можно вводить читы вручную. AVS не предлагает функции сохранения. Опять же, она имитирует оборудование NES, но в то же время консоль спокойно работает с флэш-катриджами, которые могут сохранять прогресс. Ну что, самое время теперь протестировать на ней свою библиотеку игр. И тут забегая вперед, сразу скажу, что все, что я в нее сувал, все у меня запустилось. Но сувал я, конечно, только игры. А в закромах у меня и пиратка из 90-х, и новодел из 2000-х, и куча всяких фамикомовских картриджей, и картриджи под формат NES. Аппарат воистину всеяден, что мне и требовалось. И качество картинки меня вполне устроило, несмотря на то, что консоль выводит 720p, а играл я из расчуга такой на 4К телевизоре. Со звуком тоже вопросов не возникло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но есть одна оговорочка по поводу некой особенности работы с западными картриджами. А именно, они крайне туго входят в предназначенный для них слот. То есть поместить так, чтобы просто закрылась крышка, это мало, они не войдут в контакт. Надо как следует на них надавить. То есть реально как следует. А поиграв наступает новая забава. Вытащи картридж обратно. Проширтив забугорные форумы, я понял, что это общая проблема для этой системы. Но зацикливаться на ней не стоит, так как со временем слот немного разбалтывается. И пока ни у кого поломок во время процесса Суньвынь не было. Давайте подведем итоги. Удался ли более дешевый и доступный конкурент непревзойденного аналог-НТ? Дизайн. Вот если бы я был американцем, то имел бы без визы въезд более чем в 170 стран, получал бы зарплату в одну из самых стабильных денежных единиц, гарантированно поддерживался, был социальными выплатами от государства перед пандемией, вынужденно простой, и даже мог бы избирать президента каждые 4 года. Извините, вырвалось. Так вот, пройди мое детство в США в период расцвета NES, дизайн AVS мне бы зашел. Он всеми силами пытается напомнить классическую американскую приставку, но без чрезмерного риска попасть на правообладание. И даже вот эта не сильно функциональная дверца, это лишь отсылка к фронтально-лифтовой системе загрузки картриджей у оригинала. Кстати, как показало время, решение было неудачным, из-за повышенного износа такой конструкции. Мне, как человеку, выросшему на клонах Famicom, более импонирует все же вертикальная загрузка, так как в таком виде вы всегда можете лицезреть арт на картридже. Но в целом это моя единственная претензия к дизайну, плюс к тугим контактам для картриджей NES. По внешнему функционалу у AVS еще отсутствует разъем, с помощью которого можно имитировать микрофон, встроенный во второй контроллер Famicom. Хотя он, конечно, крайне редко используется, а в американской NES его и подавно не было. В настоящее время единственная клонированная консоль, предлагающая поддержку микрофона, это, как нетрудно догадаться, аналог NT. Функциональность. Может ли заменить эта консоль в вашей старой консоли? Для игр здесь и сейчас в картридже любых регионов, я думаю, вполне. Цена, конечно, не бросовая, но вполне адекватная. А если вспомнить, сколько стоят отдельные апскейлеры, которые энтузиасты покупают для своих старых приставок, то становится ясно, что такое готовое решение все в одном довольно привлекательно само по себе. У меня остался только вопрос к порту расширения. Консоль выводит видео только через HDMI и только в разрешении 720p. Таким образом, AVS, по-видимому, полностью несовместима с периферийными устройствами на базе телевизора с электронной лучевой трубкой. Аналог NT имеет все возможные выходы, и к тому же по HDMI выводит изображение в 1080p. Поэтому я не устану повторять, что AVS лишь гораздо более доступная альтернатива, нежели полноценная замена. По итогу, я как человек, обладающий некой коллекцией физических картриджей для нашей любимой 8-битки, этой покупкой вполне доволен. А что думаете по этому поводу вы, уважаемые зрители? С вами в этом выпуске был игровой гик CyberLinks. Больше лайков богу лайков, больше комментариев богу комментариев, а они мне уже передадут стимулирующий пендель для создания новых видосов. Спасибо, что досмотрели до конца, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok